Сперва делаем дешевле, потом чуть дороже, потом остаёмся без штанов, а потом приезжаем сюда. Обычно вот такая статистика. Всем доброго дня! С вами, как обычно, ОМЗАП Анатолий. Всех с Новым годом! Новый год у нас начался. Работы непочатый край, поэтому трудимся, трудимся и трудимся. Прибыл карнивал. Карнивал у нас 12-го года. Рестайлинг. То есть у нас есть карнивал первый, есть рестайлинг. Это уже рестайлинг, который имеет свечи накала, потому что первый, как мы знаем, там стоит такой... Кто-то его называет фен, там, чайник, кипятильник. Короче, кто как попал. То есть он стоит в дроссельной заслонке. Здесь на рестайлинге уже стоят свечи накалки. Притащили машинку на эвакуаторе. Не заводилось морозы, когда было там 20-25, то есть она не запустилась. Так как была очередь, простояла тут она почти два дня, то есть некогда было взяться. И вот вчера уже под вечер сделали диагностику и сегодня будем производить ремонт. Так вот, что из диагностики показало. Первое. Моргала лампочка, то есть приключение из зажигания или запуска двигателя. То есть, допустим, когда в цеху было тепло, то заводилась она уже отлично. То есть полоборота никаких проблем не было. Но моргала лампа спирали свечей накала. Были две ошибки. Было обрыв цепи по свечам накала и обрыв цепи по реле свечей накала. Реле свечей накала здесь, смотрите, может быть, вот это у нас блок здесь есть, но на карнивале стоит вот он здесь. И вот тут такой блочок. То есть это различные обогревы, подогревы, то есть это обогрев топливного фильтра, фен в салоне и так далее, так далее. И вот это самое крайнее, вот эта черненькая у нас релешечка, это у нас реле свечей накала. Водил тест уже с помощью диагностики, запуск реле, никаких откликов не было. Это реле не ломается никогда, не знаю, никогда, но все же вот я убедился, это первое реле, которое, наверное, все-таки сломалось. Взял просто, валялось бушное реле, вот ее номерочек, то есть здесь на ней. Взял просто другое бушное реле, поставил и оно заработало. После того, как сменил реле, зажигание включил, спиралька, то есть появилась, она уже не моргала, она появилась, проработала прям, горела прям секунду и погасла. Но опять же, смотрите, чем холоднее, тем спираль, если все исправно, чем холоднее, тем спираль должна гореть дольше. То есть, если двигатель у нас горячий, то она будет гореть там секунду-полторы. Если у нас на улице минус 20, минус 25, то она будет гореть все 5-6 секунд. И даже, опять же, как говорил, после того, как она погасла, мы не отключаем. Мы тихо сидим без печки, можно и так, даже, к примеру, лампа погасла с печень накала, отключили все приборы, то есть, допустим, да, и ждем. И мы четко услышим щелчок реле, то есть, после того, как лампа погасла, у нас индикации, и примерно, там, может быть, через 3-5 секунд, все зависит от того, какой будет холод. И вот здесь у нас произойдет щелчок, то есть, он прям такой щелк. Ну, к примеру, сейчас мы продемонстрируем это. Вот, сейчас я включил зажигание, и ждем. Вот, щелк. Реле отключилось. Ну, ошибки у нас было две, после чего нужно было проверить свечи накала. Свечи накала у нас, шина вот здесь находится, вот она внизу. Опять же, одна шина соединяет все 4 свечи накала. Прежде чем говорить о замене свечей накала, надо все-таки посмотреть, где они находятся, и учись в самый главный момент, чтобы не было, там, лишних этих волнений, что кто-то вам скажет, что они сломаются, или что-то. Опять же, мы смотрим, на холодной стороне они установлены, или на горячей. То есть, у нас спускной коллектор. Значит, здесь холодная сторона. То есть, как правило, сама резьбовая часть, то есть, закисает крайне редко. И, в большей части... Чего? Чего? А, че это такое? А, давай, 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 давай. Так, это, я так понимаю, мне передали свечи накала. И, после того, как я снял шину, стал прозванивать свечи накала. Первая свеча не работает вообще, а оставшиеся работают, но, если взять по сопротивлению мультиметром, то есть, у нас там допуск 1 Ом, ну, вообще в 0 выходить должно, вот. А у них по 2, 3, 4 Ома, то есть, это маловато. Говорит о том, что они скоро умрут. Свечки накала, вот у нас будут НЖК новенькие. Все 4 будем менять. Первую я, так, которая сгоревшая, я пробовал ее открутить, она пошла. А вот по остальным уже будет видно, то есть, заменим. Так, ну, в принципе, по свечам накала у нас все. А также на них влияет работа их, влияет датчик массы расхода воздуха. То есть, вчера все проверил, то есть, прогрел машину, проверил по надуву, по топливу. И также стоит обратить внимание, то есть, ну, и, как мы все знаем, многие на запуск в холод или длительное стояние машины очень сильно влияет топливный фильтр. Топливный фильтр я проверил, стоит новый, оригинальный, то есть, люди сами поставили, все сделали правильно, грамотно. Но на горячую, то есть, у нее, если, допустим, сейчас она заводится полуоборота, то на горячую она заводится чуть дольше. И первый признак, первый признак, это утечка. И так как у нас здесь Delphi, скорее всего, одна из форсунок. То есть, пришлось сделать тест на обратку. И у нас форсунка третьего цилиндра скидывает в обратку. То есть, вот у нас третья форсунка, она скидывает в обратку. То есть мы ее будем делать Там будем менять мультипликатор Но еще такой момент Просто еще до того, как сделать тест на обратку Я просто завел и смотрел за машиной И увидел одну такую вещь На Delphi, именно на 2.9 Бывает такое, что пламя-госящее кольцо Вот мне тут дали Вот шайбочка у нас Пламя-госящее Вот она То есть они так же сгорают То есть Пробег у нас, кстати, 200 тысяч Но визуально Вот на машину, я не знаю Она, наверное, скорее всего, гаражного хранения Она у нас на механике Пробег показывает, что 200 Но здесь визуально Никто нигде не лазил Если бы вот этот хомут Не стоял бы российский или чей-то хомут Я бы сказал, что она новая То есть это единственный хомут Который я увидел здесь нештатно Все на своих местах абсолютно То есть за 200 тысяч Никто ничего не трогал Здесь Сейчас запущу И покажу Как пропускает колечко То есть наверх из колодца Здесь у нас шахта цельная идет То есть форсунка не проходит через рабочую часть головки И сейчас я вот прям туда в полость Налью немного очистителя Мы увидим, как оттуда выходит булькает Просто, как правило, люди уже приезжают Когда его слышно Выброс То там появляется такая куча То есть сгорает разъем Сгорает обратка То есть много-много проблем Все вычистить Потом довольно сложно Заводится на нас с полуоборота И вон туда Отсюда встань А тут ничего не будет Вот, смотрите Вон там форсуночка у нас вот клетит Тебе ближе надо взять Ну и все По итогу у нас получится Замена свечей накала Зерле брать ничего не будем И вот у нас получается Форсунка третьего цилиндра Съем, установка и ремонт Форсуночку тоже сейчас покажем Разберем Бросим в ультразвук Поменяем мультипликатор Так У нас здесь получается Мотор 2.9 Турбодизель То есть с турбокомпрессором Вот Топливная система здесь Delphi Ну, свое, конечно, надо отхаживать Но и очень боится То есть там сухого топлива Грязного и так далее Ремешок у нас здесь Она с ремнем ГРМ ГРМ меняется очень сложно Потому что места нету здесь Здесь иногда складывается впечатление Что проще снять двигатель Чтобы хорошо, качественно сменить То есть можно, конечно, сделать это И без снятия двигателя Но очень-очень сложно Сейчас приходил человек и спрашивал Он говорит, а вы Саньонг Кайрон сделаете? Я говорю, нет, друг Да Ечей в Саньонг Он говорит, я был Мне сказали У тебя, говорит, есть Беда, проблема Но мы не знаем, какая она И все И на этом все закончилось Говорит Я говорю, ну мы тоже не поможем Кайрон это прям Ой, не Кайрон, а Нет, а Каранда Спорт Все там так сделано ужасно Все, лишь бы люди умерли там Рядом с ним Ну он Ну а он записывал? Записывался Ого Меняет чек иногда Ну если Если он прошел Дис сервисов Давай начнем так А, время 5 минут 12 Согласен Ну, паркуй где-нибудь сзади Будем А Давай за Костю Санта-фе Санта-фе У нас что, 12 год 2,2 Турбодизель Прошел 10 сервисов Никто ничем не может помочь Вплоть до того, что он Он хочет, чтобы ему посмотрели Но отказывается платить Потому что, видимо, 10 раз заплатил И уже Никак То есть Ну, вроде бы как-то уговорили Вроде на диагностику компьютерную Посмотрим Записывался Человек Сейчас посмотрим Что-то Может что-то и найдем Такое бывает Да, когда люди приезжают Они говорят Я там Заплатил 10 раз И больше не хочу Вроде бы как бы И с людьми я согласен А с другой стороны Мне-то что делать Мне ему что Бесплатно все сделать Тоже как бы Здесь не занимаюсь Благотворительностью Выточил форсуночку Вот она вся мокрая То есть пропускала И вот она сажа Шайба осталась внутри То есть пропускала Колодец придется чистить То есть фрезеровать Так, вот такой штучкой Я обратно Сейчас буду вытаскивать шайбу Оп, вот она То есть тут когда сгорает шайба Ничего страшного не происходит Такой ежик у меня для шахты Ну конечно он уже бедняга Весь сломался Я пробовал с шуруповертом Очень удобная штука Этот ежик есть Продается в Леруа То есть там разных размеров Он прям, можно сказать Идеально подходит Для чистки каналов То есть таких Вот То есть после сажи Он прям шикарно чистит Просто я его одевал на шуруповерт И шуруповерт свернул ему голову И вот тебе приходится вот так делать Разговоры, что там якобы мне там два раза фрезеровали Десять раз Что надо же поставить шайбу Все это ерунда полная Фреза, нормальная фреза Во-первых, она не возьмет лишнего То есть она может снять сколько угодно Но если вы будете давить ее в нагляк Как правило То есть мы засовываем туда Опускаем в колодец фрезу Неважно какой-то двигатель То есть своего размера засовываем И если там есть неровность То мы прям четко чувствуем усилие То есть прям она туго идет, 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 идет И потом она начинает проскальзывать Все, почистили колодец Сейчас закрываем пока здесь Многие боятся Что якобы Если вы форсунку положили на пол Тут как у нас есть люди такие Или куда-то еще То есть Или почистили ее металлической щеткой Что что-то произойдет, забьется Нет, этого не может произойти То есть все форсунки Которые вот такие грязные Да, мы их бросаем Куда-то ложим Они могут там лежать Сколько-то дней После этого они вычищаются Перед установкой По-любому То есть чистятся Сейчас я вот грубую сажу С чистюю прям щеткой А, вот смотрите У нас их кто-то снимал Третий То есть метили форсунки То есть Поэтому возможно То есть Когда меняли шайбу Или не меняли Производились какие-то работы Вполне возможно Что Либо поставили Некачественные Не знаю Может быть шайба что-то Ну вот что-то Пошло не так И Хотя здесь Здесь они сгорают Шайбы крайне редко Запылился уже Вот этот Самая нижняя часть Вот он Мультипликатор Который мы будем менять Он у нас не держит В обратку Ну вот Целая баночка у нас таких То есть Тут есть Евро 3 Евро 4 Евро 5 Кстати Вот это Мультипликаторы На Карнивале Получается на первом И рестайлинги Разные Есть Евро 3 И евро 4 Отличие Это вот эта полосочка Здесь вот То есть Он есть косой И прямой Отвод Топлива Так Это мы выкидываем Сейчас получается у нас что Переходную муфту Закидываем Вот он Распылитель Разбираем И скидаем Все это в ультразвук Солпачок Саму форсунку Бросать нам не нужно Мы ее не будем бросать Там внутри у нас катушка Здесь Регулировочный шпинт И уже сама этот С пружинкой Которой поддавливает Бывает случай Когда внутри в корпусе Замыкает из-за влаги И приходится разбирать Вытаскивать полностью катушку Все чистить И там уже Либо идет замена катушки Либо замена вообще Форсунки Потому что Бывает что Коррозия прям в корпусе Внутри Мультипликатор будет Не оригинал Но этот не оригинал Зарекомендовали себя очень хорошо Вот он у нас Новенький И получается Вот он косой Вот здесь Вот здесь Сейчас я возможно Смогу найти И показать вам Как выглядит Евро третий Сейчас вот поменьше Берем его Тоже косой Евро четвертый Вот он коротенький Тоже косой Что ж такое Не делали Что Это косой Вот допустим Это вот я нашел Евро третий Это прямые И вот наш Теперь новый То есть Вот отличие То есть Вот этот отвод топлива То есть Он прямой И косой Видел Когда стояли Даже косые И прямые То есть Нет там Где нужно И даже Каким-то образом Работали Не знаю Как все это происходило Я все-таки Стараюсь Придерживаться Того Что Должно быть Вот Потому что При замене То есть Меняешь Ставишь И все Никаких вопросов Проблем нет Так Нам Наверное Сейчас придется Немножко прерваться Хотели менять Свити накала Надо на АЖБ Посмотреть На Санта-Фе Что-то С провалом Мощности Не знаю Получается Если 10 сервисов Уже прошло То мы будем 11 тысяч Странно Почему не первый Нет Не первый Потому что Сперва Делаем дешевле Потом чуть дороже Потом остаемся Без штанов А потом Приезжаем сюда Обычно Вот такая статистика То есть Когда уже все Нет сил Нет денег Ничего нету Все Нет желания Даже делать машину Но надо И вот Теперь здесь Понятия не имею Что там Пока сделано Все-таки Надо будет Полный Сейчас Во-первых Все смотреть Сделать Компьютерную диагностику Потом надо будет Все уточнить У клиента Что-то делалось Не делалось Потому что Все это нужно будет 10 раз Перепроверить Переспросить Потому что Возможно И уже такое Было Не раз Возможно Что Я сейчас Найду Не основную проблему А косяк Другого сервиса Я его исправлю А проблема Основная Не уйдет И вот это тоже Надо Учитывать Так Курим И идем Смотреть HB Детальки Вытащили Из ультразвука Распылитель Надо смотреть Чтобы не был Синим То есть Говорило бы О том Что Один из лучей Забит И он Перегревался В нашем случае Все хорошо Все чистенько Вот Можно даже Если вы Сами там Перебираете Где-то Можно даже Вот так проверить То есть Вот они Смотрите Брызгает Кто-то там Пытается Допустим Сам сделать Вы можете Даже сами Сделать То есть При крайнем Случае Где-то Вы можете Даже сами Поменять Этот мультипликатор То есть Очиститель Даже можно В тисках Разобрать То есть Зажать эту форсунку Разобрать И сделать Подобным Образом То есть Сменить Хотя бы Очистить Залог Успеха Чтобы не Заклинил Мультипликатор Вот этот Ротор Маленький Это Смазка То есть Это ВД Это Какой-нибудь Очень жидкое Даже масло Подойдет То есть Что-то Такое То есть Потому что Здесь Довольно Сильное усилие При Затяжке И Если Где-то Что-то Вот этот Колпачок Не будет Проворачиваться Не смазываться Он Зацепится Вот здесь За поверхность Распылителя Или за что-то Еще И Сломает На Мультипликаторе Ноги Вот эти Вот ножки Две Оттуда И эти Две Он прокрутится И работать Где-то Все Ничего Не будет Смазка Это Залог Успеха Так Следующий Этап Это 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 Надо Забить Номер Форсунки Так Тут у нас Вот Евро Пятый Был Назад Заходим 710 Была Делфи Достаточно Последних Пяти Цифр Так 03 902 902D Вот Он Автоматически Выкидывает Продолжить Все Форсунку Нашли Ну и Теперь Будем Смотреть Что Она Нам Покажет Насколько Все Помыто Собрано Исправно Была Идея Но Ничего Забыл Я тут Закрутил Сантафе Надо Было Поставить Старую Форсунку То есть Показать Как Было И Потом Перебрать Уже Но Сбили Меня Так Запускаем То есть Вот Защелкала Сама Форсунка Пезоэлемент И будем Сейчас Смотреть Сантафе У нас 12 Год 2 литра Чистый Кореец Если У нас Европеец То Он Получается 2,2 Идет Сантафе Саранта То Здесь 2 литра И Турбина Немного Другая Отличает Самая Такая Гадкая Я Рассказывал Там С двумя Клапанами EGR И вот Я Где-то Примерно Полтора Часа Мы Мучились Все И Механически Электронно Проверяли Проверяли И В итоге Пришли К Вердикту Что Если Сломалась Турбина Не важно Там Сломался На турбине Вал Отвалилась На Турбине Улиткой Или Актуатор Надо Новый Оригинальный Турбокомпрессор И проблем Не будет То есть Ребятки Сменили Ему Актуатор Новый Оригинальный Там За Какие-то Бешеные Деньги Вот Якобы Настроили Он Оттуда Поехал Якобы Все Хорошо Он Ну Дал Газу И Все Обратно Я Говорю Ну Раз Ты Выехал И дал Газу Значит Все Плохо И В итоге Приговор У него Турбина 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 Полностью Дело В том Что Когда Турбокомпрессор Идет В сборе Псевдопривод Он же Актуатор То есть На турбокомпрессор Он настроен На заводе А Этот Актуатор То есть Это Как Сцепление Робот То есть Его Необходимо Обучить После Замены Сцепления Робота Нужно Обучить Что Мы Поставили Новое Так И Здесь То есть Мы Поставили Актуатор На Турбокомпрессор Его Нужно Обучить Но Там Есть Такая Загвоздка Мы И Дилерской Пробовали И Жескан Пробовали Который Способен На Многое Дело В том Что Допустим Когда Мы Устанавливаем Новую Форсунку Топливную Или Допустим Устанавливаем Там Новый Насос Новый Турбокомпрессор То есть Какую-то Электронную Часть Блок управления Уже Видит Он Уже Видит И Знает Код То есть Этой Форсунки Если Мы Неправильно Вводим В код То Он Нам Не Дает Прописать То То Есть Он Ждет Подтверждение Он Знает Настоящий Реальный Код И Ждет Подтверждение Так Вот Дело В том Что При Адаптации Актуатора На Этой Турбине Он Запрашивает Номер И код На Турбине На самой Не на Актуаторе А на Турбине Мы Вводим Этот же То есть Пытаемся Вести Его Но Он Говорит Ребятки Такого Нету То есть Если бы Мы Взяли Новую Турбину Тогда Бывели Он Был Увидел Что Да У меня Реально Такой Код Он Высказал Да Все Правильно И Опять же При Замене Новой Турбины То есть Никакой Адаптации Никаких Настроек Ничего Не Нужно То есть Новую Турбину Просто Поставил И Поехал То есть Только Тогда Когда Мы Меняем Там Актуатор Не Знать Зачем Это Кто Придумал Все Это Отдельно И Вот Якобы Ему Что-то Настроили Сделали Но По Факту Ничего Сейчас Мы Его Отправили Обратно То есть Мы Все Проверили Сажевый Фильтр Два Клапана ЕГР Все Долго Мучились Все Перепроверили И В итоге Пришли К выводу Что Актуатор То есть Опять же На нем Есть Заводские Тесты То есть Активация Проверки Одна Из Операций Выполняется Не До Конца А вторая Не Выполняется Вообще То есть Говорит О том Что Он Не Настроен Вот И Настроить Мы Его Не Смогли Но Он Утверждает Что Они Мне Что Вводили Что Сделали И Сказали Что Все Порядки Но По факту Они Обманули Его И Сейчас Мы Отправили Его Туда Ну Как Б Тут Вариант Мы Говорим Либо Мы Поставим Новую Турбину И Все Поедет То есть Оригинальную Ну Он Говорит Денег У Мне Нет Я Говорю Ну Тогда Раз Ты Отдал Там Кучу Денег Езжай Туда Едь Туда И Пробуй Либо Они Тебе Пусть Настраивают Или Меняют Может Быть Он Не Исправен Этот Актуатор Не Знаю Где Они Взяли Как Откуда Его Взяли Оригинал Визуально Вроде Бы Как Поход И Вот Что Они Натворили Не Знаю Ну И В И И Отправили Туда Поэтому Очередной Клиент С Двигателем Аш А И Аш Б Ремонт Турбины Не Удался То Есть Вот Моей Практики Нет Ни Одного Мотора Ни Одной Турбины Которую Кто То Сделал Или Что То Есть Только Замена Замена То Есть Это Сэкономит Ваши Деньги Время И Нервы Везде Смотрю Везде Делаю А Те Ребятки Я Так Понял Уже Его Отправили И Говорят Не Приезжать Нам Больше Ну Вот Такая Очередная История Которая Просто То Есть Тратил Кучу Времени Сейчас Обошлись Мы Обычной Диагностикой То Вообще Ну Ладно Больше Будет Опыта Так У нас Обратка Хорошо Все У нас Тут По Очистке По Обратке Обратка На Высоких Все Форсунку Нам Если Новую Ставим То Прописываем То То Так Как Она Помечена Можно Предположить Что То 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 Сняли Туда И Ставим Потом Когда Будут Делать Диагностику Я Уже Проверю На Своем Ли На Месте То Код Для Прописки Вот Этот Верхний Вот Он Есть И Его Без Снятия Форсунки Можно Прописать И Увидеть То Код Считывается Хорошо Поэтому Проблем Не Будет Все Шайбочка Новая Колодец Почищен Форсунку Устанавливаем Ну И С Болтиком Здесь Есть Плюс Здесь Форсунка Сразу Затягивается А потом Только Трубка Прикручивается Потому Что Резьба У Нас Вертикальная Не Защелкнул А Вот Все Все Отлично Так Тут У нас Сейчас Обрат Поставим Обрат Обрат Живая Такая Она И мягкая И плотная То есть Во всех Ее Во всем Красота С форсункой Также Будем Отсоединять Разъем Как и все Форсунки Делфи Отсоединяем Разъем Прокачиваем Систему Только Потом Одеваем Заводим И даем Газу Так Где ты Вот он Так По форсуночке У нас получается Все Готово Теперь Снимаем Свечи Накала Опять же Здесь Свечи Сторона Холодная Свечи Практически Всегда Откручиваются То есть 99% Отвернутся Без проблем Поэтому Спец Мазкой Там Какой-то Величайшей Не обязательно Мазать Я допустим Помажу Синий Для Карданных Валов Вот допустим Хотя Есть Температурная Там Для направляющих Передних Суппортов Там тоже Большая Температура Разные Так Ну Вот он Получается У нас Разъемчик Сразу Оценив Разъем Вот этот Раз Убираем Вниз Оцениваем Вот здесь Разъем Датчика Давления Потому что Он вот здесь Не дает Вставить Головку Самое главное Потом Не забудьте Его одеть Обратно Потому что Машина Не заведется Вот он Все Его тоже Сняли Можно конечно Здесь снять Для полного Счастья Тоже Отворачиваем В домашних Условиях Просто Если где-то Что-то Произойдет Гаечка Открутится И Нет магнита Она может Упасть вниз То есть Будет Довольно Сложно Так Сперва Отворачиваем Шину Свечей Накала То есть Четыре Гаечки Они Как правило Всегда Откручиваются Хорошо Но в моем Случае Они должны Открутиться Идеально Потому что Во-первых Я уже Снимал ее Во-вторых Здесь все Идеально Чисто Не ржавчина Ничего У нас Гайка Крепит Как Клемму Силовую Так И саму Шину Прикручивать К свече Я Вот так Делаю Это Вот такой Штучкой То есть Придерживаю Так Гаечки У меня еще Есть длиннее Вот она Клемма То есть Контакт Снимаем И дальше Те форсунки Которые Сливают В обратку Допустим Много Было Случаев То есть Если Форсунки Льют В обратку Сильно Сливают Там То Это Также Является Плохим Запуском То есть На Холодную То есть Так как Стартер На холодную Крутит Медленно То Набрать Он не может Давление Для Прыска Топлива Так Как-то Она тут Интересно Выворачивается Шина Вылазит Тоже Прям Прям Вчера Я ее Снял Отсюда Очень Очень Легко А потом Мучился Вставлял Ее Самое Главное Ее Не Деформировать Потому Что Потом Будет Неудобно Вот Она В такой Даже Защитной Пластиковой Оплетке Здесь С длиной Борщить Нельзя Длинная Головка Десяточка И Поехали Это У нас Витя Я ее Отворачивал Она Сгоревшая То Ее Она Вообще Полностью Сгоревшая Поэтому Проблем Нет Сейчас Дальше Пойдем Потихонечку Потом То Ее Открутилась Она Без Проблем Ну Куда-нибудь Да Сейчас Скоро Освобожусь Пусть Греется Пока Машина Давай Давай Закатывай Закатывай На диагностику Это Кто У нас Hyundai Grand Starx 14 Год Европятый Диагностик Подвески Со Слов Клиента Посторонний Стук Спереди При Проезде Неровности Сломала Пружину Стойки Стабилизатора Стойки Стабилизатора Передние Ну Это Первое Что Отваливается В Grand Starx Вот Такая Она Свечка Свечку Проверяем Сравниваем Такая Или Нет Всем Советую И Рекомендую Ставить Свечи Либо Оригинал Либо НЖК В Оригинале Идет То же Самое НЖК Но Оригинал Кия Будет Стоить Допустим 6 тысяч Рублей А НЖК Будет Стоить 4 То есть Ну Как бы Есть О чем Задуматься То есть Будет Одно И то же Но Заплатить Придется За Шильдик Оригинала Дороже Придется Вот И все Смотрите Это у нас Четвертая Сорвала И пошла Первая Даже Открутилась Навер Сложнее Ну Визуально Видно Что здесь Все в порядке То есть Никто Не лазил Это вот Именно Как раз То авто Где Есть Желание То есть С ним Заниматься Работать Потому что Знаю точно Что Никто Здесь Не лазил Ничего Не испортил Ничего Не сломал Так Ты И ты Так Пробуем Третью Ух ты Нормально Тоже Никаких проблем То есть Пошла Закручена Была Туго А по факту То есть Прекрасно Все Ворачивается Зацепилась Вот видите То есть Коричневый Говорит о том Что Свеча Работала То есть Хорошо Потому что Здесь Здесь Вот уже Это чуть-чуть Заметно То есть Работала Она плохо А здесь Черная Не работала Вообще И последняя Свеча Второго Цилиндра Ну Необходимо Чувствовать Как все Это будет Работать Нет Там все Открутилось Надо ее Просто Подернуть Здесь Просто Так Очень Неудобно Вот Вторая У нас Только Плоховато Оп Вот Попала Там Какая-то Сажа Ну Вот Она Тоже Черная То есть Тоже Не Работала Она Сопротивление Не показывает Но Очень Очень Низкая Так Ну Итог Итог Топленную форсунку Третьего цилиндра Сделали Свечи накала Все открутились Без проблем Но вот Немножко Помучила Вторая И то На выходе Прям На самом Выходе То есть Сейчас Колодцы Продуем Свечи Новые Помажем Назад Закрутим И В принципе Проверим Прописана Ли форсунка Опять же Проверим Компьютером Запустим Тест Через Диагностику То есть Прогрева Свечей Опять же Проверим Как Работает Потому что Изначально Я делал Запуск И рлей Не отвечала Вот То После Замены Рлей Она уже Работала То есть А потом Уже Проверю Под общей Полной Нагрузкой То есть Как она Себя Будет вести Ну и В целом Все Вот Как Есть 2.9 Ремень Все дела Поэтому Если Карнивал Еще Мотор Такой же 2.9 Стоит На Киа Бонго На Машинке Бонго Вот Но Киа Бонго У нас Обслуживается На Второй То есть 83 Алтукио Вот Мы тут Не обслуживаем Если Вдруг Кому-то В поиске Попало Видео То есть Киа Бонго Точно Такая Же История То есть По Работам По ремонту Точно Так же Мотор Точно Такой Есть Там Небольшие Незначительные Отличия То есть По вакуумному Насосу И так далее Но Не суть Не суть Ну Считаю Что Ремонт Закрыт Окончен В принципе Показал Что сделал Как сделал То есть Обратно А уже Сложного Ничего Не будет Ну Все Всем До новых встреч Пока Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»